Всем привет, ребят! С вами Лего. Ну что, сегодня мы посмотрим игру под названием Hello Neighbor. Это, в общем-то, такой симулятор соседа. Она ещё находится в альфа-версии, поэтому... Могут быть какие-то баги, гличи. Ну, понимаете, да, как это бывает во всех играх. Поэтому игрушка, кстати, набирает обороты. Но я и пытаюсь снимать игры, только которые пытаются набрать обороты. Поэтому я чуть ли не в каждом ролике это говорю. Но люди почему-то мало просматривают. Им нужен только RAST. Я RAST, ребят, снимаю, но поэтому и вы меня тоже поддержите. RAST очень, во-первых, тяжело снимать. И я и так стараюсь. Почему бы вам не постараться и не поддержать меня лайком и подпиской на канал, если вы ещё не подписались. Ну а давайте посмотрим на ранний билд. Это при альфа. Игра ещё даже не вышла в стиме. Но я посмотрел краем глаза у официальных разработчиков ролик. Они мне сами сказали, посмотри вот этот геймплей. 10 минут, если понравится, то тогда снимай. Если нет, тогда не снимай. То есть нашу игру пока, говорят, типа не лохай. Потому что при альфа куча багов, куча всякой задницы. Я так понимаю, это, знаете, игрушка такая ещё с хоррором. Но мертвецов здесь нету. Здесь есть только сосед. Давайте будем разбираться. Мы живём вот в таком вот прекрасном домике. Когда мы выходим на улицу, мы слышим такой вот шелест всяких букашек, таракашек, сверчков и прочие штуки. В этой игре очень сильно пока имеется, видите, не яркость, а блески, блики, что ли. Смотрите, а этот паря? Этот паря живёт, я так понимаю, напротив моего дома. У меня дом обычный. Я бы, если честно, если бы вот у меня была бы квартира и двухспальная кровать, я бы ни за что в жизни вот так вот в окно её бы не поставил. Представляете, вы спите? Вы спите, так отдыхаете, да, ничего вас не корёжит, и вы тупо смотрите на окно. Ну, это, по-моему, жесть. Это уже страшно даже в обычной жизни. И на вас все могут подойти, представляете, особенно в России. Вы спите, и вот так вот чуваки подходят и прыгают, и смотрят, что ты там делаешь. А вдруг ты там, я не знаю, что-нибудь реально делаешь. Ну, ладно. В общем-то, у нас есть автомобиль, и вот так вот он злосчастно выглядит, купешка двухместная. У нас есть, у нас есть баскетбольный мячик, который, кстати, мы можем брать. А можем ли мы его как-нибудь кидать? Правой кнопкой, как я понял, брать, а буква F брать. Ну, в смысле, подбирать предмет, а правой кнопкой выкинуть его. Дожди, получается, нельзя будет, что ли, как-то кинуть или ещё что-то сделать? F нажимай, ничего не происходит. Также есть наклоны Z и S. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, ребят. Совсем забыл главное правило. Если вы нажимаете здесь Escape, вы летаете. Вы тупо вылетаете из игры. Сейчас, альта б***ь. И вам приходится начинать игру заново. Она очень тяжело захватывается. Поэтому давайте довольствоваться тем, что есть. Посмотрим на ранний билд. Ну, давай посмотрим на соседа. Такие-то опыты интересные. Туту-ту-ту-ту-ту. Нажмём Ctrl и попробуем пойти. Знаете, так вот, как шпион. А давайте посмотрим, что делает этот... Ага! Смотрите, у него светится что-то. У него реально что-то светится в двери. Может быть, он что-то прячет от нас там? А почему такой... Завален второй этаж почему-то? Бау! Простите, ребят, но походу дело в этой игре будет очень много криков. Итак, уже светает. Он что, собрался уезжать куда-нибудь? Я так понимаю, что его дом постоянно генерируется. И мы в нём должны постоянно что-то найти. Так, он забыл выключить радио на своей машине. То есть он постоянно меня пытается поймать, да? Он не разрешает мне... Он сидит палит. Он сидит с моря к тебе палит. Ринвентарно. Ладно, мы видим, что он сидит, смотрит телек. Я надеюсь, ты меня не тронешь, чувак. Я постоянно должен... Красть какие-то... Ребята, я не могу играть в такие игры, честно. Господи, это так страшно, а? Почему это так страшно? Это ведь обычный сосед, и он ничего не делает. Обычными звуками игры... Ты опять сидишь, да, там? Опять сидишь за телевизором. А я могу через окно? Что теперь? Но он не дает нам взять, понимаете? А если... А я смогу? Подожди, а если я начну убегать, я ниоткуда от него не убегу, понимаете? В чем вся проблема? То есть... Подожди, а может быть за этой дверью что-то есть? Это обычная печка. Ага, я могу выйти через вот это вот окно, потом побежать направо и спокойно убежать. Ты до сих пор смотришь телек, Алеша? Ты захолебал свои микроформы смотреть. Ринбентарно. А можно вот так вот? Обалдеть. Можно будет прятаться. Можно будет залезть в гараж. Гараж открывается? Нет. А, замечу. Я надеюсь, он там бесконечно будет сидеть? Да, бесконечно. Я понимаю, что там какая-то кнопка, и я должен ее взять. Здесь закрыто. Отсюда я не убегу. Здесь тоже закрыто. Поэтому наш единственный шанс, когда что-то начнется, либо засесть в шкаф, либо побежать вот сюда. Вот сюда, через печку. Тихо, можно вазу сломать. Вот так вот подпрыгнуть. И все. Вы слышали? Я топаю, и кто-то еще топает. Что за бредятина, блин? Ну почему она такая страшная? Ну это ведь обычный сосед, ребята. Ну здесь вот такая мультяшная игра. Боже, он меня искать. Слышь, Иннокентий. Этот Иннокентий пошел меня искать. И он уже не смотрит телевизор. Обалдеть. Василий! Он опять пришел. Опять пришел смотреть свой телевизор. А, босрошный, вонючий. Он, значит, запалил что-то. Рейнментарного шара. Лошара, блин. Так, мы убегаем налево, да, если вдруг что? Тут ничего нету. Пошел ты нахрен. Что это такое, блин? Дожди, я должен добраться до койки? У меня аж мурашки по коже. Так. Я спокойно добрался до... Койки. Я спокойно убежал от соседа. Господи, как же он пугает, а? Вонючий псих. Нет! Нет! Сука. Он поставил капкан. Хорош издеваться-то так надо мной, а? А что я должен в его доме всегда найти? Я вот этого не понимаю. Где твой капкан там? Ага, он опять сидит. Давайте не будем бояться пройти. Закрыто. И здесь закрыто. Вол, что? Я не могу пройти к нему в дом, как в прошлый раз. Постоянно идет генерация уровней. И здесь закрыто. И здесь завалено. Да, прикольная, конечно, имитация. Но немного страшновато. Так, сосед, а в чем вообще смысл? Мы должны что-то... Эй, ушлепок! Ну-ка. Подожди, давай попробуем взять вот эту штуку. Закинем сюда. Ему вообще пофигу. Я на него могу смотреть, а он на меня не может, да? А что может светиться? И как мы можем вообще убежать отсюда? Подожди, у него все заклеено. Все, он все заштопорил, вонючий псих. Ладно. Может быть, есть какой-то другой способ? Окна закрыты. Дверь закрыта. Подожди. Хм. И постоянно идут различные генерации уровней. И я что-то должен все-таки у него поймать. И на капкан не наступать. Если на капкан наступил, то все, да? Подожди, а я могу? Подобрать вот какой-нибудь башмак? Ну, капкан ведь не видно. Ну, что это за сумасшествие? Капкан не видно? Я ему позвонил, звонок. И что, он не будет открывать? Ну, ладно. Не догонишь. Ну, в общем-то, получается вот и все. То, что мы смогли посмотреть в этой игре. Пока я не понимаю, что тут нужно делать. Основную дверь я открыть не могу. Так. Это что это? Различные можно открывать шкафчики. Это очень круто. Пробираться мы пока в комнаты ни в какие не можем. Надо посмотреть других ютуберов, как они тут что-то делают. Ну, они, наверное, вот здесь вот так вот делают. Потом вот так вот проходят, да? Ага, здесь окно. Хорошо. Давай дальше посмотрим, где может быть окно разбито. Здесь он спит. Спальня его. И больше, я так понимаю, ни черта нету. Здесь он уже заколол все. А, то есть, видите, с каждым разом есть различные загадки. Одну загадку мы отгадали. Мы посмотрели, что там что-то светилось. Там была сигналка. Мы спокойно ее прошли. Теперь у нас... О-о-о-о! Я, по ходу дела... Так, забираться он туда не может. Но как-то, по ходу дела, можно забраться на каркас. Если взять какую-нибудь бочку, например, нет? Ящики. Вот, давай, наберем. Мне это понравилась идея. Эта идея очень классная. Так. Да ладно! Так я сейчас здесь спокойно построю. Вот это круто! То есть, есть различные загадки. Блин, прям в глаз посвятило. Которые мы можем вот так вот... Обалдеть! Эй, открывай! Да ну нафиг! Я только думал, что разгадаю тебя, а ты... Так, здесь что? Здесь закрыто? Второй этаж вообще весь закрыт? Открывай давай! Ну ему пофигу. А что в шкафчиках можно найти? Это что, фонарь? Почему он его не берет? Он берет... О! О! Я не могу выйти из своей двери. Тебе что надо? Ты что, псих? Отстань от меня! Не, ну это я понимаю. Это глюки 21 века. Смотри, теперь он там ходит. А есть у нас что-нибудь интересное? Интересно. Может ему дать приемник? Нет, я так понимаю, приемник ему вообще не нужен. У нас есть мячик. Че, у нас неужели ничего в комнате нету? В мусорке ничего нету? Давайте пошаримся. А, ну какая комната? Здесь у нас только кровать и все. Ой, на заднем дворике ничего нету. Мы туда даже пройти не можем. Мы можем посмотреть только завалы различные. Ого! Нормально, да? Как я это сделал? Ну, это выглядело просто эпично. Самый лютый, самый высокий. Я не могу туда попасть. Я прыгнул за уровень. Я не могу выйти. Я не могу выйти. Я прыгнул за уровень. Ага, вот здесь вот можно будет пройти, по-моему, как я понял, да? Но я не могу попасть. Как мне попасть? Все заблокировано. Я могу за пределами только бегать. Да ладно. Пропрыгнул как-то. А сюда-то не пускает? Не пускает, ребят. Не пускает. Еще раз не пускает. И еще раз не пускает. И еще раз не пускает. Да уж. Давайте проверим последний раз, как поиграть в соседа... Это, скорее всего, будет игра. Про то, как достать его. Но мы, скорее всего, начнем заново. Если мы начнем сейчас заново, тогда мы уже играть, естественно, не будем. Да, мы начинаем тупо заново. Там багануло. Да-да-да, это самый первый уровень. Он сразу здесь. Ну, понятно, это такой старт. Ну что, ребят, в общем-то, мы посмотрели на пре-альфа-билд. Как достать соседа. Очень будем реально ждать эту игру. А почему я не могу сюда зайти? Здесь комната... Как вообще зайти вот в эту комнату? Никак. Она пока делается. Это очень ранний билд, поэтому будем ждать. Ну, концепция прикольная. То есть мы должны постараться пробраться к соседу и что-то натворить. На самом деле, я думаю, будет интересно. С вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока.